Мессианское пророческое движение Коцы Рав, Великая Жатва, возникло вследствие откровений некоторых пастырей и понимания того, что необходимо и насущно сегодня для этого мира. Это движение состоит из мессианских общин и христианских церквей и имеет видение соединить в себе людей, верующих в Иешуа Мессию Иисуса Христа. Как говорит Слово Божье, и вы тело Христова опор из нечлены и глава наша Иешуа Мессия. Это движение несет в себе откровения о том, кто такой Иешуа не только как небесная личность, но и земная. Мы верим в Сына Божьего, который умер за грехи всех человеков и воскрес для оправдания каждого, кто поверит в Него. Движение Коцы Рав не просто заинтересовано в спасении людей, а имеет глубокое понимание того, что нужно проповедовать Евангелие Царства Божьего и приготовить путь Господу, который возвращается на землю. Мы несем откровения из Слова Божья о том, что Израиль является народом Божьим, который Бог восстанавливает и имеет особенный план для Него. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Но у Бога план не только для Израиля, и мы это знаем. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Мы верим, что в Слове, которое говорит «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли» Речь идет именно о том, что в последние дни Слово Божье вернется в силе Святого Духа в Иерусалим. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье. Также мы объединяемся с людьми, которым небезразличен Израиль и Иерусалим, так как это часы на руке у Бога, и именно здесь будет все происходить. Движение Кацы Раб соединяет людей, понимающих, что есть вещи, которые нужно исправить в теологическом и духовном плане, то, что закладывалось годами и веками. Крестьянство соединялось с язычеством, и из этого развивались разного рода толки, теологии, учения. Мы же соединяемся вместе для того, чтобы разрушить всякую теологию замещения и сказать, что всем есть место под солнцем. Но у Бога есть особенный план в эти последние дни, как и написано. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как нежизнь из мертвых? Также мы хотим вернуться к корню, к истокам нашей веры, не делая разделения между Ветхим и Новым Заветами, но говоря, что все это Слово Божье. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И мы, конечно же, верим, что если начаток свят, то и целые, и если корень свят, то и ветви. В эти последние дни мы видим, как Бог поднимает движение, исполняется Его Слово, и будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Гора Дома Господня